Слава Богу, услышал Аллах Акбар. А вот этот нацист тоже в Мариуполе пытался выйти по гуманитарному коридору, но подвели наколки. Вот так вот делаешь себе на всю жизнь при пустой голове, не подумывая, а потом оказывается, что от этого зависит твоя жизнь. А попался он ДНР, в ДНР законы суровые. Ну и еще, я искренне не понимаю, зачем красить канализационные люки, ливневую канализацию в цвета своего желто-блокитного прапора. Ну на самом деле, тем более в Германии, понимаете, немцы ржут в голос и снимают ролики. При этом вот эти вот откосившие от магилизации краски не жалеют и вовсю раскрашивают Германию в желто-блокитные цвета. И кстати еще о магилизации, не желающих воевать. В Раде предлагают сейчас законопроект, который закрепляет, во-первых, требования ко всем выехавшим и подлежащим мобилизации лица немедленно вернуться. Ну а во-вторых, 10 лет за невыполнение указанного требования. Ну я очень сомневаюсь, что те, кто уехали вернуться, скорее они шнурки погладят. Но тем не менее, такое требование есть и оно лишний раз доказывает, что всеобщая мобилизация, а сейчас идет уже третья волна, оказывается в общем-то не всеобщей. То есть подавляющее большинство мужиков воевать не желает категорически. А мужиков, подлежащих мобилизации, формально на Украине под 20 миллионов человек. Ну бог с ним. Кстати, продолжающиеся бои в Мариуполе аукнулись в Кашево-Краснодарском крае за морем. В поселке Щебельское рвануло что-то, ну такое очень мощное, то есть явно не гаубичный снаряд. Но тем не менее, в общем-то, жертвы разрушения нет, а лишнее доказательство того, что от отчаяния азовцы обстреливают уже и противоположную сторону в России, которые вообще ничем не угрожают. Ну бог с ним, там что-то перед смертью не сделаешь. И как раз в тему. Канада потратила за 8 лет на обучение и подготовку украинских нацистов миллиард долларов. Не знаю, канадских или американцев, но именно такую сумму назвали. Причем здесь уточнение, что именно нацистов, потому что я неоднократно писал еще до войны, до 2014 года, что Азов, еще тогда не батальон даже Азов, а просто патриоты Украины сначала приходили в подготовку, проводили семинары и все прочее. Потом после 2014 года уже в качестве батальона, потом полка Азов, они тоже проходили подготовку в Канаде. Заметьте, при том, что в Соединенных Штатах полк Азов уже считался еще со времен батальона, с августа 2014 ненацистской организации, помощь им была запрещена. Но это был прекрасный маневр, в Соединенных Штатах формально нельзя, а в Канаде можно. Ну а с 24 февраля стало можно вообще, где угодно, открыто, поставляют оружие и так далее. Так вот, эти самые Азовцы сегодня оставили порт Мариуполь окончательно и полностью, его зачистили войска Донецкой Республики. Ну что еще? При попытке выхода из Мариуполя сдались в плен 160 морпехов 36-й бригады, еще 160, это в дополнение к предыдущим сдачам, которых были там несколько раз и 267 человек, и 30 человек, и мелочи сдавались. Но помимо этого подтвердилось, что пытались и прорваться с территории Азовмаша, завода имени Ильича, уйти на север. Да, вот эти 30 единиц бронетехники были остановлены, на них действительно были написаны буквы В, часть техники пришлось расстрелять, остальное досталось неповрежденное, но населявшие ее там несколько сот человек, наполовину были ликвидированы, а половина разбежалась. Именно поэтому закрытая, наверное, 2-3 дня не будет открыта трасса на Волноваху из Мариуполя, пока не убедятся, что всех зачистили. Ну что еще вам рассказать на ночь? О, вот. Знаете, как называют вот этот парад фотографий на Украине? Парад нечисти. Это на самом деле в украинских пабликах именно так называют вот эти вот пиар-выезды разных политиков, там Порошенко, Тимошенко, Луценко и всех остальных на места боев. Причем там не важно совершенно, где и на чем они снимаются, главное, что они пиарятся в форме, многие с оружием в руках изображают из себя защитников Украины или самих себя, но население в это, естественно, не верит. Не верят тем более те, кто с оружием в руках воюет, независимо от того, каких взглядов эти люди придерживаются. Ну и о других новостях. Мэрия Вильнюса сообщила, что симпатизирующие России учителя будут уволены. Это такая демократия, права человека и внесудебные расправы в одном флаконе. А в Германии увольняют при этом русского дирижера всемирно известного. В Италии запрещают Лебединое озеро, отменяют постановку. Во многих странах отменяют концерты Шостаковича, то есть играть Шостаковича запрещают. Но это не наша, это как раз ваша культура, ваша мораль, ваша этика, которая нам как раз абсолютно не подходит. Потому что Вагнера и я, и многие другие любили всегда, и будут слушать, и его будут играть. Равно как и многих других, независимо от того, какой национальности эти люди, и даже какие взгляды они исповедовали. На этом сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok